Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, сейчас он находится в реанимации. После инцидента сотрудники МЧС объехали все бухты этого района и предупредили отдыхающих об опасности. В российских водах Японского моря встречаются представители 12 видов акул. До этого случая нападений морских хищников на людей в Приморском крае не было. Следователи допросили бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку. Экс-чиновник явился на допрос вовремя и опроверг появившуюся недавно информацию о том, что якобы собирался уезжать из страны. В отношении него возбуждено уголовное дело. Дудку подозревают в получении взятки в крупном размере. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Бывший губернатор заявил, что его оговорил подчиненный. По его словам, сам он денег не брал и о коррупции в области ничего не знал. По итогам допроса Дудку отпустили. Он пообещал, что явится к следователю по первому требованию. И очередной скандал с экзаменами. Шестеро школьников, за которых ЕГЭ по математике писали студенты, снова в центре внимания. Один из них, как выяснилось, успешно пересдал экзамен и был зачислен в престижный медицинский вуз. Дмитрий Кайстро о непреодолимой тяге к знаниям. Скандал разразился неожиданно. После истории со вторым медом журналисты комсомольской правды решили проверить списки студентов, поступивших в другие вузы страны. В частности, медицинские. И каково же было их удивление, когда в списках обнаружили фамилии тех, за которых в июне студенты МФТИ сдавали экзамены по математике. В частности, в списке поступивших сразу в несколько медицинских вузов значилась фамилия Гусейна Исаева, за которого ЕГЭ по математике писала студентка Ксения Соловьева. И когда мы узнали результаты, скажем, того же Гусейна Исаева, мы, конечно, пришли в неописуемый ужас или там восторг, как это описать. Потому что, конечно, получить 267 баллов, сдать химию на 100 баллов, это, конечно, большущее достижение. И просто такими ребятами надо гордиться. Вообще по стране всего 330 школьников сдали химию на 100 баллов. В частности, вот этот мальчик. То есть он должен быть просто гением. Экзаменационная история Гусейна Исаева и в самом деле выглядит, если не гениально, то во всяком случае фантастически. Математика, правда, подкачала. По ней Гусейн набрал лишь слабенькие 38 баллов. Но зато остальные успехи были на высоте. Впрочем, первые неудачи Гусейна Исаева не сломили. Очень скоро он не только показал выдающееся знание по химии, но и обзавелся справкой об инвалидности, на основании которой и был зачислен сразу в два московских университета. Первый медицинский и медико-стоматологический, который во всех смыслах талантливый юноша и выбрал. Вопросов много. Как молодой человек вообще был допущен к пересдаче вопреки решению министра Фурсенко? Из Минобранауки направлен запрос в государственную экзаменационную комиссию, разрешившую пересдачу. Но из комиссии им не ответили. Не ответили и нам. Точка в этой истории по-прежнему не поставлена. Бывшие скандальные школьники теперь студенты престижных вузов. Один из них Гусейн Исаев, удивляющий блестящими знаниями льготник. Будущий врач-стоматолог. Дмитрий Каестр, Олег Дубинин, Александр Терпугова, Геннадий Константинов. Вести. Судебный процесс над Юлией Тимошенко вышел на финишную прямую. Накануне в Печерском суде Киева был допрошен главный свидетель, бывший президент Украины. Виктор Ющенко долго игнорировал повестки, пришел, когда ему пригрозили серьезным штрафом и выступил на стороне обвинения. В здание суда он проник почти незамеченным через черный ход, поэтому сторонникам Юлии Тимошенко оставалось только скандировать «Ющенко позор». Съемка в зале была запрещена, но после двух часов допроса Ющенко вышел к журналистам и заявил, что не имеет отношения к газовым контрактам 2009 года. Когда же бывший президент покидал здание суда, его «Мерседес» закидали куриными яйцами. Забастовка железнодорожников в Польше затронула несколько десятков тысяч пассажиров по всей стране. На пути не вышли сотни поездов. Работники крупнейшей в республике компании-перевозчика требуют увеличения заработной платы и перемен в организации труда. Из 600 пассажирских составов только 38 отправились по расписанию. Остановились и электрички. Многие пассажиры попросту не смогли добраться на работу. Забастовка нарушила и планы путешественников. Людям пришлось менять билеты и сидеть на чемоданах на станциях. Сейчас слово коллегам в регионах, а я вернусь к вам в начале следующего часа. До встречи. Доброе утро. В эфире Вести Магнитогорск. Студия Галина Кочерова. Федеральная налоговая служба выступила с инициативой о списании задолженности граждан по транспортному налогу по истечении трех лет. Сумма каждой отдельно взятой недоимки, как правило, невелика, а судебное взыскание влечет лишь дополнительные расходы. Общая задолженность россиян перед налоговой службой достигла 30 миллиардов рублей. Причем более половины от этой суммы приходится на транспортный налог. Министерство финансов поддержало идею коллег, но это станет возможным после согласования документа с правительством. Накануне оперативники приостановили деятельность магазина, в котором продавали наркотические смеси. Торговая точка располагалась в подвале жилого дома на улице Пушкина и официально занималась продажей благовоний и сувениров. Однако основную выручку владелец магазина получал от продажи смеси для ароматизации помещений, в состав которых входят запрещенные наркотические препараты. Под видом обычных покупателей оперативники приобрели четыре упаковки запрещенного товара. Выручка такого магазина только за первую половину дня составила 50 тысяч рублей. Продавец не смог объяснить, откуда поставляют запрещенный товар. Ну я приехал, все здесь было. Все. Оперативники изъяли около 500 упаковок наркотических смесей. И продавцу, и владельцу магазина может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы. Южноуральские депутаты рассмотрели проект закона о бесплатных земельных участках для многодетных семей. В июле в земельный кодекс России были внесены поправки, согласно которым граждане, имеющие трех и более детей, имеют право бесплатно получить в собственность участок земли, в том числе для индивидуального строительства. В областном законопроекте прописали размеры участков для индивидуального жилищного строительства в городе до 15 соток, для села до 25 соток. Кроме того, теперь претендентам на участки не придется получать выписку из рекпалаты. Эта функция будет возложена на органы местного самоуправления. В районе Малокизильского водозабора завершается строительство переходного стока. Объект должен связать водозабор с поймой реки Урал. Малокизил – самый крупный приток Урала, а водозабор на реке – основной источник воды в городе. Беда прошлого лета, когда его запасы истощились, заставила власти Магнитогорска принять решительные меры. Данный проект реализуется именно для того, чтобы в маловодные года обеспечить самый основной водозабор Малокизильский. И он более 60% подает воды в город, если вы помните. Поэтому эта проблема должна с пуском данного объекта быть решена. Внеплановое отключение горячей и холодной воды в летний сезон должны уйти в прошлое. Ремонтные и строительные работы на подобных объектах будут продолжаться. Следующий по плану – Янгельский водозабор. Сегодня в Челябинске пройдет конференция работников образования. На мероприятии подведут итоги прошедшего учебного года и обозначат задачи на год грядущий. Участники обсудят законопроект об образовании и внедрении образовательных стандартов нового поколения. В рамках традиционного августовского совещания состоится честование лучших учителей года, которые получат денежное поощрение из федерального бюджета. А также назовут лучшее училище и лучший детский сад этого года на Южном Урале. Далее информация о Центральной диспетчерской службе. С 9 до 12 планируется отключение горячей воды в домах по проспекту Карла Маркса и улицы Грязнова. С 9 до 13 не будет холодной воды в домах по проспекту Ленина и по адресам Первомайская, 5, набережная, 18. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь и добрых вестей! Субтитры делал DimaTorzok Приветствую вас! Здравствуйте! На телеканале «Россия. Главное утро страны» в начале 4-го, 18-го августа. С вами Ирина Муромсова и Владислав Завьялов. Чтобы ваше утро было бодрым и информативным, вы правильно сделали, включив наш утренний эфир? Россияне все чаще в последнее время откладывают деньги, выяснили специалисты в ЦИО. Мы сегодня часть дохода отправляют в копилку уже каждый третий. Правда, в основном это пенсионеры и обеспеченные граждане. Но самое интересное, на что наши граждане копят деньги? Большинство делает это без определенной цели, так сказать, на всякий случай. Чуть меньше россиян хотят приобрести жилье. Примерно четверть готовится к черному дню, остальные откладывают на лечение, образование, хотят купить автомобиль, землю или дачу, ну или какие-то просто дорогие вещи. Те, кто собирает деньги на лечение, наверняка не обходят вниманием массаж. Это дорогое, но, как мы знаем, эффективное средство. Правда, наши соотечественники зачастую готовы доверить свое тело не только в руки турецких массажистов, но и ноги тайских, но даже всего себя в слоновье копыта. А ведь очевидно, что подобные эксперименты могут серьезно навредить здоровью. Новинка сезона – тайский массаж слоном, несмотря на травмоопасность, пользуется большим спросом у туристов. Казалось бы, тут не то, что удовольствие получить, уцелеть бы, а между тем, даже посещение обычного массажного салона сродни экстриму. Непрофессионал, словно слон в посудной лавке, способен нанести серьезный вред здоровью. Дело в том, что при различной онкологической насторожности, образовании кист, при выполнении массажа, возможно прогрессирование этих заболеваний онкологических. О том, что массаж далеко не так безопасен, как его традиционно, молюют, Анна знает не понаслышке. Неприятный инцидент случился с ней в одном из салонов красоты. После очередного сеанса массажа я почувствовала сильную боль. Обратилась к специалисту, который сказал мне после того, как сделали снимок, что у меня защемление позвонков. Пройдя курс лечения, Анна решила больше не экспериментировать, и теперь на массаж ходит только в специализированную клинику. Что же касается любителей и шарлатанов, оказывающих услуги в различных салонах, то в последние несколько лет их число растет в геометрической прогрессии. Как правило, эти люди не обладают медицинским образованием, а заведения, принимающие их на работу, — специальной лицензией. Впрочем, их услуги пользуются настолько большой популярностью, что даже штрафы в несколько десятков тысяч рублей для таких заведений — незначительные траты. По-прежнему руководители этих салонов или индивидуальные предприниматели продолжают нарушать закон о лицензировании. То есть различные виды массажа осуществляют, при этом у них отсутствует лицензия. Поскольку разные виды массажа воздействуют на человека по-разному, то и вред от их неправильного применения может быть различным. Например, неаккуратное исполнение популярного тайского массажа способно привести к искривлениям позвоночника и повреждениям внутренних органов. Другой, не менее востребованный лимфодренажный, а попросту массаж для снижения веса, может быть вреден для людей с хрупкими сосудами. Наибольшую же опасность, по мнению специалистов, представляет массаж с приемами мануальной терапии. Он чреват защемлениями, искривлениями и даже полной парализацией тела.